У нас заканчивается юбилейный сезон, и мы хотели сделать подарок для наших мэтров и поставить в основном на них и для них интересный материал, где бы максимально была задействована те самые артисты-опереты, у которых, собственно говоря, юбилей. Это абсолютно родная, до боли знакомая, действительно, с детства история, щемящая, улыбающаяся, душевная. Я думаю, что и для актеров на сцене, и для зрителей в зале эта история абсолютно будет со знаком «равно». Это такая семейная идиллия, что ли. Эта история как раз-таки про каждого человека, который должен найти себя и определиться в данный момент. И когда я вот это понял, вот этот смысл, вот этот, мне очень захотелось это сделать. Много танцев, много очень движенческих вещей. Мы находим каждому герою, стараемся именно найти его лексику, именно его характер. И характер односельчан, и в каждом номере, опять же, вроде бы как используется одна целая лексика, то есть от начала до конца мы используем один язык, но разные его оттеночки, то есть используется, тем самым выделяя конкретную роль каждого героя. Мне очень повезло, что я исполняю роль дяди Мити. Это, наверное, самая острохарактерная роль в этом спектакле, в фильме художественном. И это большая честь для меня. Персонаж очень оригинальный и блистательно исполненный в знаменитом фильме Сергеем Юрским. И, конечно, будет трудно дистанцироваться от тех интонаций, от того образа, созданного в этом замечательном фильме. Но в этом наша задача и состоит в том, чтобы сохранить то хорошее, что было в фильме, но передать это совершенно по-другому, для того, чтобы не повторяться, чтобы создать что-то свое. И в этом будет, наверное, самая главная задача. Все очень любят этот фильм, и поэтому хочется так же, чтобы и люди пришли сюда, так же отдохнули и посмеялись, и посмотрели на нас. Ну, мы другие. Ну, материал тоже, но мы другие, мы совершенно. Все другие жители со своим характером. Диалоги, которые в фильме диалог, да, вот, а он у нас сделан на музыке. И поэтому тоже немножко это все по-другому воспринимается. И зритель будет, я думаю, внимательнее более слушать, именно потому что все это в музыке происходит. Надо понять, о чем человек рассказывает, потому что это не повторяется уже. Это вот именно тот самый рассказ, только на музыкальной основе. Вообще, вот эта тематика сельской жизни, она мне очень близка, потому что я сам из глубинки, из сибирского села. Поэтому мне это все очень действительно близко, душевно, по-родному, тепло, и очень приятно участвовать в данной постановке. И вообще история легендарная, поэтому мне кажется, что здорово. Ее все любят, все знают. И мы на самом деле очень ждали этот спектакль, потому что не хватает вот этого настоящего, вот этой вот души. Вот даже первая сцена Люды, вот только вот процесс у нас постановочный, но уже вызывает такие мурашки, такой трепет до глубины души. Раиса Захаровна очень многогранная женщина. Она, с одной стороны, может порицаться как отрицательный персонаж, потому что фактически она уводит мужчину, но, с другой стороны, у нее есть много интересных качеств. Она яркая, она мечтательная, она воздушная у нас даже получилась, немножечко не такая, как в фильме. Дядя Митя – это человек без возраста. Я не могу сказать, что он какой-то пожилой или старый. По крайней мере, он ведет себя моложе многих молодых персонажей в этой пьесе. И отчасти я абсолютно такой же авантюрист, как и сам дядя Митя. Поэтому, ну, единственное, что мои внешние габариты, может быть, не очень совпадают с дядей Митя, но тем и интересно будет переиграть собственный облик, собственное вот туловище. Ну, посмотрим, получится или нет. Мне очень интересно работать такой спектакль, потому что мы вокалисты, и задачи, которые здесь ставятся, они актерские, они немножечко сложнее, чем мы привыкли. Потому что сложно играть драматические спектакли, тем более комедию пытаться, естественно, сыграть. И это очень интересно. Сложно, но захватывающе. Моя героиня – это Люда, которая жила в деревне, потом уехала в город за мечтой и приехала обратно, потому что у нее ничего не сложилось. Она очень неудачно вышла замуж, и вот с такой тяжелой ношей она вернулась в родные края с тяжелым сердцем. Но у нас материал очень хороший. Он очень запоминается и потом крутится. Приходишь домой, он крутится. Что касается моей жёнушки, жёнушка моя. Ой, жёнушка пытается доминировать, конечно, всеми силами. О, ну жёнушка, братка в армию уходит, но ничего не кусли, мы тебе ещё одного родителя. Да ладно, все вы же знают. И сонятная любезья, я и кто кому. Ну, я путь знаю. Я тебя кричу, у нас получается. Откроем секрет зрителям, что я от тебя там бегаю. Нет, ну это и так понятно, в принципе. Кому? Ну да, приходите, будет интересный спектакль. Я хочу сказать, в свою очередь, что это, конечно, спектакль и эта постановка для нас как отдушина. Не только мы, вся страна, все люди обожают этот фильм, он растащили на цитаты давным-давно. И мне кажется, что вот эти образы уже не ассоциируются именно с артистами, которые их исполняют, а стали именами нарицательными. Кстати, вот сейчас только что мы, была у нас постановочная балетмейстером репетиция, мы танцевали. Я хочу ещё сказать, что будут замечательные танцы. Это простой, известный всем сюжет, очень тёплый, комичный, где-то немножечко, может быть, трагикомичный. Сюжет, который знает большинство жителей нашей страны, который всегда находит отклик в сердцах. Я надеюсь, что нам удастся воплотить это сочинение так, чтобы все зрители, которые пришли на этот спектакль, почувствовали что-то знакомое, родное и довольно тёплое. Субтитры создавал DimaTorzok